Девушки отдыхают Сейчас сезон, и многие хозяйки экспериментируют на кухне. Мы решили сегодня приготовить салат, тёплый салат с молодым картофелем. Для этого нам предстоит... Ты не с того начал, Денис. Я понимаю, что ты хотела начать с этого, но нет. У меня для тебя есть кое-какие другие ингредиенты. Хорошо. В этом блоке ты будешь рассказать обо всех новостях. А ты будешь... А я буду грозно, грозно настрадать и нарезать лук. Потому что, действительно, лук понадобится первым. Нам нужно его поместить на сковородку, где мы будем обжаривать молодой картофель. Мы его не чистим вот так, как он есть, со шкуркой. Всё это обжаривается, и получится такая корочка. Это будет приятным такой вкусовой ноткой в нашем салате. Потом отдельно мы обжарим, протушим шамбильоны. Всё это вместе мы объединим. Ещё добавим морковку. И уже в конце к тёплому салату нарежем маслинки и добавим. Но их мы уже, естественно, готовить не будем. Вот такая нехитрая затея. Должен получиться вкус. У нас ещё есть морковка. Но я, честно говоря, пока в процессе раздумий. Мне кажется, нам по цвету будет хорошо. А вот ждать, пока она приготовится, нам придётся подольше. Хотя, в принципе, она молодая. Может быть, быстренько добавит тоже определённого вкуса нашим блюдам. У меня ещё одно прекрасное слово. Я смотрю, ты хорошо и быстро справляешься. Потом сразу тогда помещай это на сковороду. Тем временем, раз уж ты сказал, что я сейчас отвечаю за всякие новости, хорошо, есть чем поделиться с нашими телезрителями. Ну вот для начала хочется рассказать о том, что британская пивоваренная компания начала производить пиво, используя пищевые отходы в виде хлеба. Руководитель компании Луиза Диан, она пояснила, что в Великобритании выбрасывается около 44% всего хлеба. И вот они берут ненужные эти самые остатки из пекарина у производителей сэндвичей, а затем заменяют ими треть ячменя при изготовлении пива. И этот хлеб, он дает некоторое количество сахара, который превращается в алкоголь во время процесса брожения, помогая сократить таким образом количество необходимого ячменя. И пиво – это действительно такой, получается, интересный продукт, позволяющий привлечь внимание людей к тому, что сейчас является важной проблемой во всем мире, так говорит директор Луиза Диан. И согласно статистике, около трети продуктов, производимых в мире, выбрасываются впустую. Так что в данном случае такая идея – это не только решение большой проблемы для голодающих, но также вообще серьезный ущерб на окружающей среде наносит все эти отходы. И вот производство данных продуктов выделяет большое количество парниковых газов в атмосферу. И таким образом они помогают бороться, в том числе с экологией. Вот как ни парадоксально это звучит. Ну, получается, да, вот такой находчивый все-таки вариант. Видишь, как они наслаждаются пивом, им нравится то, что получилось из отходов. Они понимают, что они приложили к этому еще хорошую долю правильных действий. Они, по большому счету, спасли экологию, и теперь наслаждаться пивом будет неприятнее, да? Ну, наверное. Хорошо, так, у нас уже лук готовится. Следующая задача. Я тогда к шемпионам буду поступать. Давай. Потому что их мы тоже сразу переместим, и они у нас будут тушиться. Вот у нас уже масло раскалено. Я думаю, что мы не будем использовать все шемпионы. Ты можешь смело их крупно нарезать достаточно. Я думаю, что это даже будет хорошо. Да, давай, не прям мелко, давай их вот, не знаю, как-то, ну, на 8 частей, например. Потому что мелкие они в салате потеряются, а хочется, чтобы все-таки был вкус грибов. Так, хорошо. А я теперь... Вот, отлично. И мы тем временем, и тем временем мы сократим и время, и будет хорошо. Давай расскажу про необычные пироги, которые готовят. Здесь нужно не рассказывать, Денис, здесь нужно смотреть. Смотреть, знаешь, и любоваться, потому что, ну, сложно поверить, что такое можно создать из теста, ну, и прочих ингредиентов. Да, кондитеры-самоучки в последнее время удивляют нас своими шедеврами. Вот Джессика Ли Кларк Боджин, кондитер-самоучка из Канады. Она создает невероятные пироги, сиесть, которые было бы, конечно, большим преступлением, ведь это настоящие арт-объекты. На своих пирогах девушка изображает портреты известных людей. Из последнего Гарри и Меганана Маркл. Также это Опри Уинфрид, Дэвид Буин. Сказочных персонажей Голоснежка, допустим, Томми Джерри или Винни Пух, тоже может частью стать ее пирогов. Из различных фильмов уже на пирогах были замечены Гарри Поттер, Стражи Галактики, Чужой. Однажды Джессика Ли Кларк Боджин приготовила яблочный пирог, украсив его огнедышащим драконом. После этого она завела учетную запись в сети Инстаграм и начала выкладывать свои кулинарные творения. И мгновенно даже стала звездой интернета. Девушка рассказывает, что перед приготовлением каждого пирога она рисует эскиз на компьютере и создает рапареты. А непосредственно готовкой обычно занимается по ночам. Кстати, подробнее ознакомиться с удивительными работами талантливого кондитера вы можете на ее страничке в Инстаграм. Найдите там большое количество различных фотографий. Огромное количество пирогов, которые, в принципе, каждую неделю пополняются новыми видами, новыми звездами. Это известные личности, это кино и мультик герои. Ну, в общем, такое вот творчество, которое еще наверняка и вкусное. Ну, вот мне пришлось всматриваться, потому что действительно по некоторым пирогам даже не понять, что это что-то съедобное. Настолько действительно смотришь, что это какая-то картина такая создана. Оказывается, все это с помощью теста и варенья, да, вот там как раз просматриваются всякие фрукты. Ну, интересно, это, конечно, была лишь небольшая часть тех работ, которые себе дает художница. Можно еще больше и интереснее увидеть в интернете. Ну, а наши журналисты не теряют то же время даром. Они отправляются в то время, когда мы работаем в студии, в различные интересные поездки. И вот Денис Баршевич решил отправиться на свадьбу, да, если я не ошибаюсь? Нет, он решил отправиться на производство. А, на производство калачей, которые потом попадают на свадьбу. Денис, ну, тем временем мы вернулись на кухню, где готовимся не калачи, а готовим салат из овощей, из картофеля, молотого, теплого. Вот, да, помимо этого нам еще необходимо доготовить шампиньоны. Ну, вот сейчас они румянятся, в принципе, шампиньоны готовятся достаточно быстро. У меня больше вопросов к тому, успеет ли приготовиться картофель. Но, с другой стороны, молодая картошка тоже готовится достаточно быстро. Поэтому про морковку. Я все думала, нужна она нам или нет. И в итоге решила, что как цветовой акцент она нам очень даже нужна. Да, именно поэтому добавили мы сюда и морковку. Тут у нас, напоминаю, жарится картофель, морковка и лук. Ты уже решил... Я просто больше займусь пока украшением салата. Это помидор, который нам понадобится для украшения. Я тогда нарежу пока немножечко нам понадобится маслины. И нам нужно будет сделать заправку, кстати. Так, заправка. Как мы ее будем готовить? Для этого нам понадобится выжать сок из половинки лимона, добавить чайную ложку горчицы, оливкового масла, ну и посолить. Вот, собственно, все. Займешься? Да, займусь. Хорошо. Ну и, видимо, конечно же, как по традиции уже появилось рассказывать о различных новостях из мира кулинарии, также и не только из мира кулинарии. И вот последняя новость, которая меня и удивила, и в то же самое время еще раз доказала, что уже не за горами те времена, когда на кухнях не останется, ну, может быть, останутся профессиональные повара, но, по крайней мере, их будет не так много, как в обычном ресторане, потому что вот в Востоне открылся, в принципе, первый ресторан, который называется... который называется Spice, который уже американские СМИ назвали первым в мире полностью роботизированным заведением общепита. Его запустили 4 выпускника Масачужевского технического института и шеф-повар, владатель Мишельяновской звезды Даниэль Булут. По воспоминаниям Майкла Фарита, однажды он и его деловые партнеры во время разговора об идеях решили, что хотят построить робота для готовки еды. Позже разработчики поняли, что эта разработка может развиваться постепенно и превратиться в целую бизнес-модель, и решили открыть ресторан. Итак, Spice расположен в центре Бостона. В ресторане есть собственная открытая кухня, где больше всего внимания привлекают вот эти вот 7 автономных блоков, на которых и готовится еда. Клиент должен выбрать в электронном меню одно из блюд международной кухни, например, из Южной Америки, Таиланда или Индии. Затем все ингредиенты автоматически попадают в одну из барабанных машин и начинают готовиться. Во всем ресторане, как утверждается, только два повара. Они нарезают продукты, подготавливают их для готовки и складывают в гарнир. Таким вот образом количество людей на кухне ограничено. Ну, это моя мечта, понимаешь, чтобы это было не где-то там в ресторанах на кухне, там-то профессионалы еще могут справиться. Я все-таки мечтаю, что когда-нибудь это станет такой реальностью дома. Знаешь, вот как стиральная машина, она стирает. Вот точно так же какой-нибудь, там, не знаю, электронный повар будет дома все готовить. Тебе нужно будет только там запрограммировать, какие продукты он сам будет каким-то образом их самостоятельно извлекать из холодильника. Тебе нужно будет только выбирать, так, сегодня суп, борщ или какое-нибудь жаркое. Одна кнопочка и все. И все готовится само. Да, и робот действительно словно выполняет твои задачи, потому что есть люди, которые тебе не... Ты, которые ты любишь, но тебе лень и неохота готовить. Они требуют большей заплаты энергии, времени. Так вот за тебя будет все это выполнять твой домашний робот. Конечно. Ну, вернем мы к этим временам. Они, в принципе, уже приближаются. И вот, по крайней мере, в ресторанах Гостона уже появился такой вот робот, который справляется со своей задачей. Вернее, это семь маленьких роботов. У нас тем временем шампиньоны, я считаю, что готовы. Нам остается еще совсем незначительно подрумянить картошку, так что, в принципе, можем поторопиться. Что у нас с декором? Нам понадобятся дольки помидорок. Сверху посыпем мы маслинами. И вот как раз вот заправку сейчас сделаем. И все. И это будет такой... Ну, вообще, даже, не знаю, полноценный прием пищи. Ужин. Даже для ужина как-то калорийно, конечно. Так, горчицу ложечку, да? Да, ложечку горчицы. Все это перемешиваю. Вот оливковое масло. Добавляй. И остается все это еще посолить. И перемешать. А я, тем временем, наверное, уже буду готовить тарелку для нашего салата. Для этого нужно взять листья. Выложим красиво, да? Чтобы у нас все это было оформлено. Эффект. Все перемешаю. Так, горчица. Одна ложечка чайная. Половинка лимона. Сок лимона, да, буквально половину я выжал. И немного соли. Оливковое масло. Все это мы сейчас перемешиваем. И все зависит от количества, конечно, салата. Мы и готовим то количество необходимых заправок, которые нам понадобятся. Что такое аромат прямо, вот настоящий. Вот такое чувство, что вот наконец-то пришли те продукты, овощи, картошечка, которая, ну вот, просто... Да вообще жареная картошка, сколько бы ни говорили о ее вреде, это все-таки блюдо, наверное, которое, ну просто не найти альтернативы. Настолько это удачное блюдо, чтобы просто чего-то лучшее, ну не знаю, не придумать. Ну хотя бы иногда себя можно баловать. Так, я думаю, что мы это все уже можем перемещать. У тебя готова заправка? Да, да. У нас тем временем я объединила грибы с картофелем. Я это выкладываю все с морковкой, с луком. Это будешь выкладывать постепенно, а я расскажу еще об одной интересной новости для всех тех, кто любит путешествовать. Может быть, вы планируете посетить Голландию, и вот обязательно побывайте в этом очень уникальном месте, в самом старом в мире планетарии. Из-за несуществующих и действующих он находится в небольшом двухэтажном домике в голландском городке Фрамекер. И до 18 века дом носил название Эйси Эсинге, имя человека, который, в принципе, его и построил. Собственно, механическую модель Солнечной системы осуществил также он, чтобы показать всем желающим в целях просвещения, как функционирует все во звездном небе. Планетарий был построен на фоне всеобщей паники и истерии, вызванной научными открытиями и прогнозами всевозможных провидцев. Последние обещали совсем скорый конец света. И вот Эйси решил успокоить все жители городка, и для этого осуществил планетарий. Его масштаб составляет 1 миллиметр в одном миллионе километров. Планетарий со временем был выкуплен королем Нидерландов, а сама конструкция и по сей день является невероятно точной. Лишь раз в 4 года необходимо вносить корректировки для высокосного года. Вот таким образом этот планетарий действует спустя уже 2 века. Он трудится, он пока даже 3 век уже пошел этому уникальному сооружению. И если у вас будет возможность, посетите, там очень интересно, очень красивое такое вот и необычное помещение, где мастер оборудовал настоящий планетарий для своих, ну, так скажем, горожан. Да, вот маленький городочек, и житель этого городка решил успокоить всех своих горожан, чтобы они не переживали, что конец света не так уж и близок, как его рекают. Так, все, мы закончили. Да, от планетарного масштаба, давай к масштабу нашей кухни вернемся. Вот салат, это его теплые ингредиенты, теперь нам остается все это украсить нарезанными маслинками, да. Ты украшай, там у тебя заготовлены помидорки. И остается нам все это полить заправкой. Тихонечку. Я думаю, что от такого салата не отказались бы даже модели. Я думаю, что вот от такого, Денис, точно бы отказались. И им вряд ли такой салат рекомендован. Ну, модели Виктория Сихлетт, точно. Давай, ты завершил уже, да? И пойдет, да. В следующем сюжете будем говорить о диетах. Данное блюдо к диетам не имеет никакого отношения. А вот к тому, что это очень вкусно, и себя нужно добавлять абсолютно точно, что имеет. Как после этого худеть с помощью диеты и эффективно ли это, мы узнаем из следующего далее сюжета.